Блядь, почему мент этого не заметил? Здарова, братаны! Вы на канале Дьювплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы начинаем проходить второй эпизод назад в будущее. Погнали! Да, показывать задание. Давай, только не лагай. И всё у нас будет хорошо. Да. Telltale Games Представляется вместо с Universal... Назад в будущее. Игра. Суббота, 13 июня 1931 года. Машина будущего. Эпизод второй. Достань Таннена. Выставка в Хиллвелле. Знаете, что меня всегда интересовало? Почему люди в этом городке настолько тупые, что просто не замечали машину за... за этим билбордом? Почему? Что и так с этими людьми, в принципе? Док! Что происходит? Я не знаю. Только если завтрашняя газета. Она всё ещё у тебя? Да. Местного бухгалтера избили, оставил умирать. Местный бухгалтер Март, Артур Макфлой, был жестоко избитый, оставлен умирать. Хиллвелле прошло... Хиллвелле прошло ночью. Они что, собираются убить моего дедушку? Голова резетонана, без сомнения. Наверное, вот местку. Ну что же нам делать? Я не уверен, что мы можем что-то сделать, так как твой дед был брошен на пороге здания отсюда пять минут назад. Фотография моего отца исчезает. В этой временной линии твой дедушка получит смертельные раны, это значит, что твой отец никогда не родится. А значит и ты, если только... Вперёд, блядь! Когда ты последний раз видел своего деда? В четыре часа на городской площади? Давай дадим ему достаточно времени. Ладно. Мы должны быть осторожны, чтобы не столкнуться с самим собой. Блядь, в твоём случае это не должно быть проблемой. Ладно, давай отправимся до того, как полиция найдёт нас. Не с места! Выходите из машины с поднятыми руками. Э-э-э... Э-э-э... Что это было? Где? Блядь! Я слышал там что-то. Я думаю, вы ошибаетесь, офицар. Так, похоже, я поймал беглеца, Карл Саган. Поджигатель подпольного бара. Предполагаемый поджигатель подпольного бара. Блядь, почему мент этого не заметил? Я не знаю, что я здесь. Стойте! Это протокимент, но не протестированный. Ладно. Давайте... Давайте... Давайте с обратной стороны. Что это было? Я думаю, что ночной воздух так действует на вас. Это какое-нибудь иностранное производство? Немецкое, блядь? Ничуть! Это полностью американское изделие. Почему у него такое ебало, как будто он срать хочет? Теперь я уверен, что здесь что-то происходит, блядь. Через год все будут кататься на таких же, хе. Я не удивлюсь, если не узнаю, что у вас были помощники в этом деле. Вы прославились в Хилл-Вэлли. Это очень приятно слышать. Надеюсь, вы не против, чтобы проветриться пару минут, пока не прибудет подкрепление? Я не против, но у машины могут быть другие соображения. Что это было? Где? Дерьмо! Я слышал там что-то. Я думаю, вы ошибаетесь, офицер. Блядь, как же это... Вон там в кустах. Стоять! Док! Езжай, спаси своего деда! До твоего возвращения со мной ничего не случится! Точно, Док! Как же это хуёво! Боже, это искренне хуёво! Это пиздец просто! Что это было? Что-что? Машина времени, блядь! Господи, это... Это просто пиздец. Это блядь. 4.55, Арти сейчас где-то здесь, откровенничают судьёй. Вот он! Всё, что мне нужно добраться до него, прежде чем... Мистер Каллахан? Блядь. Хотела бы узнать, смогу ли я взять у вас небольшое интервью о положении несчастного мистера. Мои источники сообщают, что мистер Браун нас свободит. Я бы на это не надеялся. А что такое? Ничего, слушайте, мы можем поговорить позже. Мне очень сейчас нужно попасть в здание суда. Правда? Зачем? Мой дед один из присяжных, и я должен принести ему лекарство. О, тогда ладно, удачи, держите вашу злобную собаку на поводке. Хорошо, у нас, знаете ли, есть законы насчёт таких вещей. Конечно, без проблем. Блядь! Давай, вчерашний партиз, заканчивай говорить и уходи, блядь. Эйнштейн? Эйнштейн, что такое, малыш? Сидеть, Эйнни, сидеть! Тупая шавка. Блядь! Эйнштейн! Что там, белка и ню? Блядь! Хочешь поиграть? Давай поиграем. Что ты в порядке, Эйнни? Вот так. Надо блять! Ты! Эйнштейн! Эйнштейн! Это я! Хватит, Эйнни, отстань от милой дамы. Мои туфли! Не-е-ет! Эйнштейн! Молодец, Эйнни, теперь нужно попасть в здание с удоиной найти арти прежде чем паркетон на а ну шо там такое эй о боже привет по моим расчетам роторный двигатель для полноразмерного реактивного бура потребует 121 киловатт энергии ты не мог бы перепроверить мои расчеты с тобой все в порядке да да но мне нужно найти артура зачем он не может найти офис судьи клерк отведет его туда да ладно разве вы не должны продолжать нашу работу у нас очень сжатые сроки ведь так конечно но у артура еще более сжатые сроки почему ты так внезапно забеспокоился об артуре да иди ты нахуй а черт на бок мы отчетом такое с кем ты говоришь с тобой говорю не я имею ввиду до того как я подошел ни с кем я не говорил я работал над вычислениями для моего реактивного бура не имею ввиду после ладно неважно займемся делом иди за мной я думал что никогда не уйду по крайней мере я смогу теперь попасть в здание ну ладно как то так попали ты должен пойти со мной слушай ты в большой опасности что значит в опасности нет времени объяснять дед просто обещай мне что ты останешься в полиции пока это арти маклайет тот самый парень которого мы ищем привет ребята беги взять его бздэнк он не вырвался арти а мне лучше следовать за ними пока я опять не начал исчезать ммм Бля... Как они далеко ушли... У-у-у... Вот это пиздец... Всё чисто. Ладно, Макфлайи, пора повидаться с боссом. Блядь, как это убого. Это жесть, как убого. Это пиздец. Арти, как поживает мой любимый бухгалтер? Ох, бывало и лучше. Мне жаль это слышать, Макфлай и Трикси. Сходи, припудри носик куколку. У нас есть дело, которое нужно решить. Ладно, мальчики, ведите себя хороши, чебок. Рады видеть тебя снова, Арти. Я вас, мисс Троттер. Да-да, мы все рады, да безумие. Теперь нахуй иди. Засыпай, сучка. Вы что, идиоты? Сейчас мы думали придачем этот корм для рыб к моему порогу. Мы думали... Это моя первая ошибка. А, твоя была первая думать. Взгляни на меня, ты когда-нибудь видел, что бы я думал? Не нужно отвечать. Ладно, тащите его внутрь и узнайте, что он рассказал судья. А потом избавьтесь от него. Думаю, с этим мы справимся. Хорошо. Теперь, если вы не возражаете, мне нужно разобраться с поджигателем. И кто-нибудь может уже начать перетаскивать эти ящики. Будет сделано, Кит. Это такое боги пиздец. Пока все идут... Ага. Ага. Бляаа, у деда... У бати головы нет. Мне бы лучше побыстрее попасть внутрь. Средний ящик? Содержимая одна крылатая богиня. Ой, ее потом. Упс. Хуяна собрал. Просто топово. Ну, забирайся в ящик, хуй. Мой размер. Уфан или пропал. Кто-то лучше бы закрыл. Приняйте ящики, Кьюбал. Помешай суп, Кьюбал. Очисти пятна крови, Кьюбал. Я че, какая-то прислуга. Так, кого из вас я потащу первым? Господи. Я статуя без рук слишком тяжелая. Упс. Оу. Вообще-то я тут пытаюсь проводить профессиональный допрос. Куда мне это положить? Просто брось за барную стойку. Я бы тебя бросил за барную стойку. Бля, они походу еще и пиздятся. Давай, Артия. Боже, сколько хлороформа-то налила эту тряпку. Уж ту. Просто я никак не могу привести в чувство эту спящую красавицу. Да я попробую. Хлороформ. Эй, Арти. У нас есть пара вопросов к тебе и сы... А тебе и о сыде. Сыде, дее, дее, дее. Видишь, с чем я тут работаю? Кажется, я попался. Зейн, проснись. Ах, извините, босс. Это чертова простуда меня досад. Апчу, блядь. Ну, постарайся не уснуть, пока ты не закончишь этот плакат. Лады? Мы открываем клуб через пару дней. И выключи эту вывеску, хорошо? Элькип. Блядь. Блядь. Проснись, Соня. Нейтрализуйте головорезов и спасите Артура. Но этим мы будем заниматься уже в следующий раз. А сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем... И всем... Пока же я... Пока я надеюсь... Сохранить? Да, все, у нас получилось сохранить. Точно. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.